Строжайшая секретность, серьезная охрана и никакой возможности попасть внутрь. Так можно описать обстановку на режимных объектах. Ну а в Чувашии в подобных условиях проходило мероприятие, которое изначально не объявлялось закрытым. Выборы ректора сельскохозяйственной академии. Сейчас решение принято, голоса подсчитаны. Однако страсти не утихают. О том, что в одном из ключевых вузов Чувашии будут выбирать новую главу, стало известно за несколько дней до часа икс. Информация появилась во многих местных СМИ, на официальном сайте самой академии и на портале правительства республики. В законодательстве Российской Федерации в уставе вуза и положении о выборах ректора прописана гласность в деятельности комиссии. И указано, что на всех заседаниях комиссии и при осуществлении ею работы с указанными документами, а также при подсчете голосов избирателей, участников референдума, вправе присутствовать представители средств массовой информации. Однако на руководство вуза законодательства Российской Федерации, судя по всему, не распространяется. Ни на выборы, ни на подсчет голосов никто из журналистов не попал. Нарушить обстановку секретности не смогли даже сотрудники полиции. Узнать, что же такого секретного творилось за закрытыми дверьми учебного заведения и почему открытое мероприятие превратилось в суперзакрытое, мы попытались у руководства вуза. Однако у победителя выборов Людмила Линник, видимо, после вступления в должность слишком много дел. Тем временем дискуссия по поводу избранной развернулась и на просторах благосферы. Господа, демократия и свобода выбора, о необходимости которой все время говорили демократы-либералы, свершилась. Яркий тому пример – выборы ректора ЧГСХ госпожи Линник, которая до недавнего времени была олицетворением демократии и свободы на посту председателя Центра избиркома. Бесценный опыт, полученный на этой должности, был ярко продемонстрирован на выборах ректора. И как результат – полная и безоговорочная победа подавляющим большинством голосов. Стопроцентным собственником ЧГСХ является Минсельхоз России. Было бы очень странным, что хозяин не может назначить того, кого хочет, на руководящую должность своей академии. А я вообще против выборов конкретно в этом случае. Назначать должны просто приказом. Поверьте, эти результаты, 90 за Линник, даже если и реальны, они просто выбиты из людей под страхом увольнения, исключения, оставления без жилья и так далее и тому подобное. Каждому можно найти свой ключик. Так или иначе, действия академии будут оценивать в МВД Чуваши, куда с заявлением о препятствовании в работе и журналистской деятельности обратились представители СМИ. В настоящее время по данному заявлению проводится доследственная проверка. В течение 10 суток, по которой будет принято процессуальное решение, и заявитель будет уведомлен о принятом решении. Если будет возникнуть необходимость принять какой-то дополнительный мер, будут, конечно, направлены материалы, если необходимы, там высшестоящие органы. Также, если будут приниматься решения, мы обязательно будем уведомить об этом прокуратуру. Ну а наша съемочная группа продолжит следить за развитием событий. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Евгений Анисимов, Андрей Шоклев. Республика.